Пьяный водитель врезался в столб на перекрёстке проспекта Амирхана и улицы Сибгата Хакима. Опираясь на данные алкотестера, сотрудники ГИБДД предположили, что прежде чем сесть за руль Volkswagen Passat, 51-летний мужчина выпил около бутылки крепкого алкоголя. На месте происшествия была Нафиса Минязова. Девушка, я вас люблю. Спасибо. А что произошло у вас? Вот такая красивая вообще. Романтичное настроение и несвязанная речь невооружённым взглядом можно было понять. 51-летний водитель Volkswagen Passat был в состоянии алкогольного опьянения. Извините, пожалуйста, я гуляю. А вы выпивали, да, получается? Сумаслажды, что ли? Вы не пьяный? Пьяный. А за руль вы садились в таком состоянии? Бывает иногда. Но для официального подтверждения своих подозрений автоинспекторы вооружились алкотестером. Прибор показал почти 1,3 миллиграмма чистого алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Место допустимых 16 сотых. То есть мужчина был сильно пьян. Выпил около бутылки крепкого алкоголя. В таком состоянии, если верить словам нетрезвого водителя, он направлялся на работу. Но это у него не получилось. На пересечении проспекта Фатыха, Амирхана и улицы Сибгата Хакима на развороте водитель потерял управление, машина вылетела прямо на стол. Мужчина старался выстроить свою версию произошедшего. Поворот не вошли, что ли? Я подрезал, подрезал машину. Машину подрезала? В результате столкновения со столбом искореженную иномарку снова отбросил на проезжую часть. Разбитый автомобиль сильно затруднил движение на этом участке дороги. Особенно трудно пришлось водителям троллейбусов. Хотел ли водитель автомобиля Volkswagen Passat проехать прямо или же развернуться, на данный момент неизвестно, поскольку в силу своего алкогольного опьянения он меняет свои показания чуть ли не каждые 10 минут. Однако стоит отметить, что если бы он не въехал в столб, возможно, он мог бы въехать и в проходящих мимо пешеходов. Учитывая, что водитель впервые попадается за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Но этим только не обойдется, а поскольку ему еще придется оплатить стоимость испорченного столба, а также самостоятельно восстановить свой автомобиль.